Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян Я думаю, что если там в Киеве поспрашивать, то на фразу «добрый день» они обидятся Ну, я, честно говоря, думаю, что проблема оценки голландского референдума, она, в общем-то, стандартна Вот вы когда на ток-шоу, да, стоите с двух сторон загородочки и кричите друг на друга, на чём свет стоит Так, по большому счёту, ведь уничтожить позицию что одной стороны, что другой стороны не представляет большой сложности Потому что каждый из вас находится в рамках своего дискурса, у вас нету точки пересечения То есть вы даже не спорите, а сотрясаете воздух Вот то же самое происходит, по большому счёту, здесь То есть в Киеве просто обиделись Обиделись, потому что в представлении киевской власти, в представлении киевской общественности Голландцы просто обязаны были продемонстрировать свою европейскость И, соответственно, с результатом в 120% от численности населения Проголосовать за поддержку радификации соглашения об ассоциации Потому что, по большому счёту, кроме вот этой обиды, неких практических последствий Которые могли бы восприниматься в Киеве так остро, как они воспринимаются, нету Ведь, по сути, дело соглашения об ассоциации действует уже давно Завтра оно действовать не перестанет Через неделю оно действовать тоже не перестанет И если оно перестанет действовать через год, то не потому, что голландцы проголосовали против радификации А потому, что Украина может прекратить своё существование А нету страны, нету и соглашения Со всех остальных точек зрения Но даже если мы посмотрим на заявление премьер-министра, которое сделано, Нидерландов, которое сделано ещё до референдума О чём он говорит, что мы обязательно учтём мнение народа Если результат референдума будет отрицательным, а мы уже знаем, что он отрицателен То в таком случае мы не сможем продолжать процесс ратификации соглашения И мы должны будем приступить к консультациям о том, как нам выходить из этой ситуации Ну, остановят они процесс ратификации соглашения Но так оно и неделю назад не было ратифицировано Голландией И год назад оно не было ратифицировано Голландией Это не мешало ему действовать И дальше оно будет действовать, не будучи ратифицировано Голландией А голландское правительство будет вести консультации А осенью в Голландии выборы И уже новый состав парламента, новое правительство Могут хоть ратифицировать это соглашение Хоть затянуть ратификацию дальше и так далее То есть, да, это опять-таки Это безусловно, если они, допустим, внесут соглашение в парламент И откажутся от его ратификации Это, безусловно, поставит под вопрос ратификацию всем остальным Европейским Союзом Но это опять-таки включит механизм внутренних консультаций в Европейском Союзе О том, что дальше с этим делать Но не отменит сам факт существования соглашения об ассоциации с Украиной И не отменит того, что на основании заявления Еврокомиссии Это соглашение действует во временном режиме А временный режим может продолжаться 100 дней, может продолжаться 100 лет Там никто не ограничил его каким-то Ты знаешь, да, мою любимую шутку по поводу всего временного Да, но... Да, это когда не то, что нет ничего более постоянного, чем временное А просто материализация этой шутки Кстати, никто не разобрался, правда это или нет Но есть версия, что временный комитет британского парламента по делам Крыма Созданный в 854 году Был отменен в 1975 Да, так вот, все там себе может продолжать спокойное действие Где по сути дела никаким образом не отражаться на реальном формате сотрудничества Украины с Европейским Союзом Он зависит сейчас по большому счету не от соглашения об ассоциации А от состояния украинской экономики, которой просто нет Поэтому на Украине это воспринимается с точки зрения, как они говорят, политики ценностей Им на ценности наступили и стало больно А в России это воспринимается с точки зрения практической политики И когда говорят, что голландцы не проголосовали и так далее Здесь, значит, в принципе, обычный гражданин, он ждет, что завтра, значит, Украина Я, кстати, здесь на украинской стороне Украину из Европы не выгонят Украину выгонят из Европы, в которой она и не была Расторгнут в соглашении об ассоциации и так далее В этом соглашении, то есть в этом действии голландского парламента Есть вполне определенный практический элемент Но он не лежит на поверхности, он не является таким линейным Знаешь, мы все не дети, да Мы знаем, как работает механизм европейской демократии Мы понимаем, что если для того, чтобы референдум не состоялся Надо, чтобы не была достигнута явка в 30%, а было достигнуто аж в 32% То не точно даже целый ЕС Просто голландское правительство могло путем чисто технических механизмов Эту явку занизить То есть сделать так, чтобы на участке совершенно легально Там явилось 29,5 или даже меньше процентов То есть для этого надо было только немножко поработать Призвать этих самых Да ты что Призвать противников Это невозможно Нет, почему? Это возможно, причем без всяких ухищрений Чисто технический информационный элемент Достаточно было призвать сторонников артификации соглашения Не прийти на референдум И все И пришло бы 25%, 26% Но референдум просто бы не состоялся Но голландское правительство сделало все Для того, чтобы он не просто состоялся А состоялся именно с таким результатом Потому что мы знаем тоже, что еще за неделю, за две Не могут они, Ростислав Не могут они произнести Не ходите на референдум Понимаешь? Они могут произнести все, что угодно Значит, более того Для этого не надо, чтобы выступал премьер-министр Это могут делать И делали, и делают Журналисты там дали Вспомним Голландский референдум По поводу Ратификации европейской конституции Какое было мощное давление на всех уровнях На общеевропейском На уровне голландского правительства Даже на американском То есть туда Ну только что китайские политики не слетались Потому что их это не интересовало По большому счету А здесь такое впечатление Что вообще ничего не происходит В этом самом Такой вроде бы принципиальный вопрос Но ничего не происходит Более того Голландцы с удовольствием предоставляют Крибуну украинским клоунам вроде Климкина Которые приезжают и делают практически все Для того чтобы голландцы проголосовали Против ратификации То есть они-то думают Что они агитируют за ратификацию Лучше бы они туда вообще не ездили То есть по сути дела Голландское правительство Европейский союз Нет, ну как не ездить Росислав, ты же понимаешь Тут же дело не в том Что как ехать агитировать Но Климкин-то ладно По должности Чудил там Что оказывается признак В борьбе с коррупцией Самый ведущий Главный Что по словам Клинкина Ему за последний год Никто взятку не предложил Я так и не понял Это для него горе или что Похоже что горе Так он с таким выражением Извини, он сказал У меня не попросили взятку Не попросили? Да Мне не предложили А не попросили Ну это еще более мощный Если у министра иностранных дел Не просят взятку То в принципе коррупция в стране Конечно же побеждена Ну сейчас извини Мне кажется Что они и так Очень много сделали Для того Чтобы эта явка Не произошла Ну во первых Назначили в рабочий день Ну голосование В принципе Количество участков Было явно недостаточно В пропорции Ввели норму Что надо только в своем районе Ну голосовать впервые А этого не было И так далее И так далее Просто для украинцев Которые туда приехали Кроме Клинкина Важно было другое Развести Сороса на бабки Сорос выделил деньги Которые надо было Между собой попилить Но надо же как-то и съездить Вот же что произошло Потому что Жадность победила Как всегда Я вот что считаю Понимаешь Понимаешь То что украинцы ездили Туда денежки зарабатывать Я отлицать не буду Но и голландцы И европейцы Прекрасно знали С кем они имеют дело И уже после первых потуг Украинской агитации Могли сказать Ребята Вы знаете Вы это самое Лучше Там в поле агитируйте Чтобы вас никто не слышал Но тем не менее Они им предоставляли Трибуну в Голландии А результат Провальный для Украины Результат референдума Так вот я еще раз повторяю Что такого накала страстей Такого мощного давления Которого было Во время референдума По конституции Не было Значит И вот посмотри Сейчас уже Ну вторые сутки идут С момента окончания Голосования Да И кто высказался Аж целая Даля Гриба у скайты Значит А больше въезд Нет Все остальные Сожаления Выразили Нет Нет Ну ты Ты видел Какие-то Значит Вот такие выступления Как вот было у Дали Да Значит А ты вспомни опять-таки Реакцию Топовых европейских политиков После того Как Не была проголосована Конституция Более того Опять-таки Как только не была Проголосована Конституция Они сразу же Сказали Ничего Мы все равно Этот документ проведем И провели его В формате Лиссабонского договора То есть Мы прекрасно знаем Что во-первых При желании Значит Европейцы Совершенно спокойно Причем Еще раз повторю Здесь ведь Вот Ты меня там перебил Значит Накануне референдума За неделю За две Опросы показывали Что Между теми Кто высказывается Негативно И теми Кто высказывается Позитивно По поводу Ратификации Соглашения Разрыв всего В 3 Максимум 4 процента Происходит Да То есть И около 29 процентов Неопределившихся К одним Референдума Сократилось В 24 процента Но это Огромная масса Неопределившихся И практически Пополам Разбитое количество Сторонников И противников Ратификации При небольшом Перевесе Противников Ратификации Значит А по результатам Референдума Значит Фактически На треть Больше голосов Получают Противники Ратификации То есть Что мы наблюдаем Во-первых Произошла Мобилизация Противников Ратификации Во-вторых Сторонникам Ратификации Никто не объяснил Просто не ходите На референдум Просто не ходите На референдум И вы получите То что вам надо Вы получите Нужный вам результат Потому что Они не соберут Кворум Значит Что получают Что получает Голландия И Европейский Союз От такого Результата Референдума Как я уже Сказал Соглашение Об ассоциации С Украиной Может действовать Независимо От того Как проголосовали Голландцы На референдуме Независимо От того Как проголосует Голландский Парламент И независимо От того Будет ли оно Формально легализовано Европейским Союзом Потому что Оно без всего Этого Уже действовало И может действовать На этом направлении Они ничего не теряют Где они приобретают Они развязывают Себе руки И получают Пространство Для маневров В переговорах С Россией Потому что Дураку понятно После поездки Порошенко В Вашингтон После Вот этого Офшорного скандала Который был запущен Сразу же После поездки Что Измените Но Украину Соединенные Штаты Сливают Соединенным Штатам Хорошо Они ручки убрали И сидят за океаном А Европейский Союз Он здесь Он погружен В эту реальность И в рамках Соглашения Об ассоциации Он принял на себя Политические обязательства В том числе Перед Украиной Они думали Что это Украина Принимает перед ними Экономические обязательства А Там то что написано По политическим вопросам Это так Чепуха Потому что Ну там такие Расплывчатые Обещания Но Сейчас получается Что Экономические обязательства Ушли на второй план Потому что нету экономики Нету рынка украинского Украинская промышленность И так уничтожена И не является конкурентом На европейском рынке Экономическая часть соглашения Об ассоциации Потеряла смысл А осталась только Политическая Которая делает Европейский союз Заложником Украинской ситуации И сейчас Единственным заложником Более того В результате Этой вот Украинской Развития событий На Украине Европейский союз Вступил в конфронтацию С Россией И несет От этого Большие убытки И теперь Европейцы выясняют Что Соединенные Штаты Которые в феврале 2014 года Отстранили их От влияния на Украину По сути дела Два года Значит Проводили там Собственную политику Теперь ушли И Европейский союз Должен все это Расхлебывать В рамках Политической части Соглашения Об ассоциации Так вот Нератификация Дает Европейскому Союзу возможность Приезжая на переговоры В Москву Говорить Знаете ребята А нам теперь Совсем не обязательно Выполнять свои Обязательства Перед Украиной Мы можем теперь Соглашение Оставить рабочим А можем его Сделать нерабочим Можем его вообще Отменить Давайте вы нам Теперь за это Что-то дадите Да Пойдете на какие-то Уступки А мы сейчас Да я даже знаю Что они предложат Нам дать Мы все это Разрушили Разграбили Уничтожили А вы теперь Берите камень Это я уже знаю Правильно Правильно Потому что Иначе Это все Висит на Европейском Союзе Иначе Это они Должны туда Деньги Вкладывать Совершенно Вкладывают Да Совершенно Правильно Украина Это же Европа Правильно Но они Теперь получают Пространство Для маневра И они Постараются Этим пространством Воспользоваться Более того Вторая Гиря у них На ногах Это Минские соглашения Которые Опять-таки Они уже поняли Что Украина Их выполнять Не будет И это Вторая Гиря Которая Тянет их На дно И я Ставлю Стоп Против Одного Что они Сейчас Будут делать Все Для того Чтобы Разрушить Минск Естественно Не своими Руками Они будут Подталкивать Киев К Очередному Ост Нарушению Перемирия Для того Чтобы потом Опять-таки Убрать Ручки Сочет Мы здесь Ни при чем Они Начали Войну Ну все Теперь Разбирайтесь С ними Сами Как хотите Мы уходим Единственная Проблема Европейского Союза Заключается В том Что он Не за Океаном И для того Чтобы уйти С Украины Ему надо Переложить Ответственность На Россию А переложить Ответственность На Россию Он может Только в том Случа Если Россия Сама Добровольно На себя Эту ответственность Примет Значит Поэтому Им вот Сейчас Нужен Вот этот Маневр Соглашения Об ассоциации Когда они Попытаются Продать нам Отбухло За маленькую Конфетку Для себя Вот собственно Все что они Все практическое Наполнение Вот этого Голландского Референдума Во всем остальном Это фельдкина грамота Ну вот Подтвердение Ваших слов Председателя Европарламента Мартин Шульц Ну во первых Он выразил Сожаление В связи с результатом Прошедшего референдума И отметил Что стремление Киева К евроинтеграции Это важный элемент Восстановления мира В регионе И теперь За этот Цивилизационный Проект Европе Предстоит бороться Ну и видимо Сроки этой борьбы Весьма расплывчатые Ну Если бы Европа Мечтала Бороться за этот проект То как правило Говорят обиженные Украинцы Греции Это дали 300 миллиардов А в Украине Только 15 Ну это говорила Еще Елочка Людоедка Прекрасная Не учите меня жить Парниша Лучше помогите Материально Нет Ну в этом отношении Они правы Если Европа Считает Украину Такой же огромной Ценностью Как Украину Европу Ну могли бы Помочь материально Как-то это пока Незаметно Не бросается В глаза Слушай Ну еще у нас Это конец Этой недели Здесь значит Вот с референдумом Зрада Произошла Очередная Но что-то там Это Как говорят нам Европейские Украинцы Еще одна Зрада Тоже на западе В Закарпатье То ли назрела Уже То ли назревает Да уже перезрела Что-то балога Там буянит Я вот как раз На эту тему Статью собираюсь Написать Так Про череп То есть ты не хочешь У нас в эфире Открывать замыска Ты же понимаешь Одно другому Не мешает Не мешает конечно Потому что здесь Две минуты обрывками А там более системно Значит Дело в том Что это опять-таки Это не сегодня появилось Ну ты много об этом говорил Это точно совершенно Это не сегодня появилось Закарпатье Вообще особый Такой регион Значит Который Никогда не голосовал Так как голосовала Западная Украина Значит Закарпатье Всегда стремилась К автономизму В Закарпатье Очень сильные Национальные общины Там Польская Венгерская Русинская Значит Причем Надо отметить Что русины Не считали себя Украинцами В то время Как с точки зрения Киевского правительства Они были украинцами Там и так далее Там целый комок противоречий Закарпатье Всегда так немножко Автономизировалось Да Значит То есть Но явочным порядком Находилась под управлением Собственной элиты Которая с Киевом Вступала в определенные Договорные отношения И сейчас Если ты посмотришь На обращения Закарпатского облсовета То там Речь идет о вполне Конкретных вещах Они открытым текстом Написали Что вы ребята Довели экономику До такого состояния Что лучше мы сами Будем у себя на территории Разбираться Что нам там делать дальше Чем вы сюда будете Вмешиваться Поэтому пока не поздно Дайте нам автономию И сидите тихо У себя в Киеве Проблема не в том Что это происходит В Закарпатье Проблема в том Что это происходит По всей стране Допустим В Ровенской области Копатели Янтаря Они не пишут Петиции в Киев Они просто Явочным порядком Создали По сути дела Своё государство В государстве Ну говорят Туда к ним Батальон Днепр 1 Отправили Ну там и до этого Кого-то отправляли Но они же уже Выходили с бронетехникой И с автоматами Прогонять СБУ Да Ну ради бога Киев может попытаться Начать А то еще и В Ровенской области Но думаю Что у него силы Не резиновые Тем более Что аналогичные процессы Идут в Житомирской области Тем более Что постоянное ображение Еще с момента Энергетической осады Крыма Идет в Херсонской области Ну и Херсон пытаются Отдать на откуп Меджлису Ну да Так называемому Да 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 Но это же вызывает Просто сопротивление Местных жителей А опять таки Киев же сам Прогнал значительную часть Мужского населения Через боевые действия В так называемой Зоне АТО Он сам их вооружил Потому что по стране Расползлись миллионы Стволового оружия Да И теперь он имеет дело В общем то С подготовленным И вооруженным Населением И когда там создаются Отряды самообороны Это даже не то Что создавалось В самом начале В Донбассе Там где люди имели В лучшем случае Карабин сайга А то и просто Там какую-то Двустволку Да Сейчас это в общем то Вооруженные И кстати спаянные Отряды В отдельных Населенных пунктах Вот Поэтому Речь идет просто О начале фрагментации Украины Уже и в западных И в центральных областях То есть получается Это начало Да Начало конца Мы уходим На новости Формула Что будет Какой твой прогноз Что будет происходить Ну Москаль конечно Человек неадекватный Но хитрый Поэтому он В любой момент Может стать Самым главным Сепаратистом В Закарпатье Значит Я не думаю Что Киев Решится на какие-то Силовые действия Против Закарпатья Еще раз Повторяю Там крупные Национальные общины Венгерская Польская Словацкая Соответственно Они поддерживаются Приграничными странами Но это создать Вообще-то Большие проблемы Если начать Антитеррористическую операцию Тем более Что В Закарпатье Достаточно сложно попасть Там перекрываются Перевалы И до свидания Да Яблонецкий перевал Перекрыл И все Вот И можешь там Со своими танками Сидеть на длинной Длинной дороге И в тебя будут Немножко стрелять Поэтому Киеву придется Каким-то образом Из этой ситуации Выкручиваться Он попытается Выйти из положения Чисто полицейскими мерами Там уже было заявлено Сейчас поручим СБУ разобраться Но опять-таки Я не думаю С учетом Возможности Закарпатских властей Что там Кто-то Сможет Серьезно Как-то Наступить на мозоль Но Знаешь Ведь Вот Здесь та же самая Проблема Которая возникает Скажем У нас с Украиной Вот у Украины Точно так же Она возникает С Закарпаттием И с другими регионами Когда Мы разговариваем С коллегами Приехавшими из Киева Мы находимся В имперском дискурсе Мы им говорим Ребята Ну как же Вот посмотрите Это же удобно Огромное пространство Подчиняющееся Единым законам Единой торговли Да Значит Государство просто сильнее Оно лучше обеспечивает Интересы населения И так далее Значит И вы все это Собираетесь Поменять На вышиванку Которую вам никто Не запрещал носить В Советском Союзе Они говорят Да Потому что это наши ценности Мы идем в Европу Но при этом В Европу-то они идут Все равно Замыкаясь В этнонациональные ценности Да Значит Причем Так туда и не добредая И мы в принципе И мы говорим На разных языках То есть У нас разные Приоритеты Они во главу Угла Значит Ставят Вот Доисторические Да Уже давно Потерянные Забытые Какие-то там Этнические Трайболистские Ценности Которые они Почему-то Называют Европейскими Значит Когда Киев Разговаривает Со своими регионами Киев Принимает Имперский Дискурс И говорит Ребята Вы же все В одной стране Да Мы же вместе Мощные Сильные Вы же все Украинцы Да Значит Мы же должны Друг друга поддерживать А ему из регионов Говорят Не-не Ребята Мы все Разные Мы тут Русины Там В Донбассе Русские Где-то еще Там Где-то Новороссы Там Где-то Малороссы Там Все мы Разные Значит И Если Когда Мы выступаем С позицией Имперского Дискурса Мы еще Можем хотя бы Экономически Подпереть Свою позицию То есть Мы просто Можем Сказать Ребята Видите Вот Давайте Не будем Спорить Об идеалах Поговорим Об интересах У нас С экономикой С финансами С уровнем Жизни Населения Значительно Лучше Чем у вас И Мы живем В восходящем Тренде А вы В нисходящем Поэтому Наверное Мы правы То Киев Когда он Выступает С позицией Имперского Дискурса По отношению Киев Потому что Если можно Отрывать Украину От России На основании Того Что Там В каких-то Областях Есть Диалектные Особенности Немножко Отличающие Русский язык На Украине От русского языка В России Или Или Вышивка На украинской Вышиванке Немножко Отличается От вышивки На русской Косоворотке То на тех же Самых основаниях Можно отрывать Любой регион От Украины Самый Что ни на есть Украинский Там тоже Огромные различия Я уже много раз Говорил Что Житель Харькова Он ближе К жителю Белгорода По Всем своим По языковым Этническим Конфессиональным Предпочтением По своей истории Чем допустим К жителю Львова На этом основании Украину Можно разрывать На части Как только Теряется Почему Для Украины Соглашение Об ассоциации Это уничтожение Государственности Потому что Соглашение Об ассоциации Убивает экономику Когда убивается Экономика Исчезает база Вот этого Вот единства То есть Страна становится Никому не нужна Потому что Исчезает Единое экономическое Пространство Вообще нет Экономики Наоборот Люди начинают Запираться В каких-то Значит Полунатуральных Хозяйственных Комплексах Вот вроде Этой добычи Янтаря Там или еще Что-то Когда они Пытаются Выживать За счет Своих Региональных Преимуществ Это просто Начинает Объективно Разрывать Страну Центральная Власть Становится Не поддержкой А обузой Вот как бы Там Не хотели Регионы России Самостоятельности Да А я думаю Любая региональная Власть Да И возможность Тут же объявить себя Государственной Потому что это выгоднее С точки зрения Власти Не с точки зрения Региона Да Значит Но тем не менее В любом регионе Прекрасно понимают Что даже Их там Скажем Ресурсную базу У кого она есть Да Защищает мощное Российское государство Не будет этого государства Не будет центральной власти В Москве И вас просто растащат По кусочкам В вашем регионе Да У вас будут нефтепромыслы Да Но вы будете не владеть Вы будете на них работать Неграми Нет Это будет не ваш Нефтепромыслы Ну я не говорю Вы не будете им владеть Вы будете на них работать Неграми А владеть им будет Кто-то другой Неважно Из-за океана Или из Европы Да хоть из Китая Но во всяком случае И не вы Вот То есть Логика существования Центральной власти В России Понятна любому Региональному сепаратисту И кем бы он Сепаратистским Сепаратистом не был Я тебе страшно скажу Оно даже Понятно Становится Теперь Уже даже Таким вот Субъектом Которые долго Отказывались это понимать Как олигархи Да то в принципе Через 25 лет Особенно глядя на своих Украинских собратьев Что с ними произошло Сильное государство Сильное государство Это единственный механизм Их воспроизводства И сохранения Как капитала Может каждому Предоставить Что-то хорошее И вкусное То есть Ему есть Какой товар продать Своему населению А если государство Слабое Если государство По сути дела Отсутствует вообще Если государство Убило свою экономическую базу То в таком случае Население задает себе вопрос А зачем мы их содержим То есть Что нам дает Вот эта вот Центральная власть Кроме расходов И выясняет Что ничего Что без нее Без этой центральной власти Они лучше будут Справляться Со своими Региональными проблемами И начинается Вот этот вот Разрыв Сейчас речь идет Об автономии Да Но в Донецке Тоже вначале Речь шла Об автономии Федерация Если Днепропетровщину Брать Это же вообще Территория Дело в том Дело в том Что никакой Балога Не мог бы выступить В Закарпатье Оппонентом Киеву Если бы он бы То есть Идеи которые Скажется Если бы они Не поддерживались Большинством населения Вот Поэтому Сейчас речь идет Уже не о позиции Там Балоги Да Балога в общем-то Сотрудничество с Киевом Вполне удовлетворяло И до И после бы удовлетворяло Речь идет о том Что региональные элиты Вынуждены Да Вынуждены становиться Все более и более И более сепаратистскими Потому что Это позволяет им Сохраниться Именно как элитам Если они не будут Соответствовать Пожеланиям населения То население Просто поменяет элиту Там Кроме Балоги В Закарпатье Есть Ратушняк Который с ним Давным-давно борется За влияние Ты прекрасный человек Нет самое Да Окажется Не способен Балога Будет Ратушняк Окажется Не способен Ратушняк Еще кого-то найдут Ради бога То есть Получается Что как раз Это конкуренция И позволяет Запускать эти процессы Которые мы видим сейчас Начиная с Закарпать Да нет Здесь дело Не в конкуренции Дело в том Что когда Есть объективное Историческое требование Да То есть Народ просто По-другому Выживать не может То тогда Всегда находится Соответствующая фигура То есть Если элиты Не соответствуют Этому требованию Просто выдвигается Новая элита Так всегда происходит Ну например Когда элиты Сформировавшие Временное правительство Не смогли соответствовать Народным требованиям То уже через полгода Вместо них выдвинули Большевиков А большевики Между прочим Когда Ленин писал Свои апрельские тезисы Были никем И звали их никак Они даже в советах Были представлены Так Чуть-чуть Самую малость Фрагментарно Весьма фрагментарно Через полгода Они были главной Политической силой В стране Это всегда происходит В момент Серьезного исторического Перелома Сейчас Украина Переживает серьезный Исторический перелом Еще раз повторяю Что уничтожение Украинской экономики Которой добросовестно Занималась украинская Государственная власть Она как раз и подорвала Устой украинской Государственности Потому что Кроме единого Народно-хозяйственного Единого экономического Комплекса Украину не объединяло Ничто Ни истории Ни какие-то там Этнические Ни лингвистические Ни конфессиональные Особенности Наоборот Украина была Мини-империя Она была очень разным Государством По своим Региональным Вариациям Они все это веруют Что Бандера и Шухевич Наш герой Теперь объединяют Всю Украину И они считают Что крик Слава нации И смерть врагам Это то что Объединяет Украину От Днепропетровска И до Львова Но с Донбассом Уже проблемы На эту тему поговорим После новостей Точно Формула смысла С Дмитрием Куликовым И Ольгой Подолян 10 часов 48 минут Продолжаем разговор Софтиславом Ищенко Итак Вот есть же Такая большая Информационная Программа Которая должна Правильно программировать Население Украины И вот теперь Тот кто Признает Лозунг Слава нации И смерть врагам Они теперь Единая Украинская нация Вот И в принципе Проблема вроде как бы решена Нет Ну как ты правильно сказал Они в это верят Да Да Но вера проблему не решает Верить можно во что угодно Но далеко не всегда Вера совпадает С реальной действительностью Я бы сказал Что вообще-то Объединяет В смысле Верой Украина Объединяет Не столько Вера в бандеровщину Бандеровские лозунги Потому что в это верит Только бандеровская часть Украины А вот с антибандеровской Частью Украины Или по крайней мере С частью антибандеровской Украины Ее объединяет вера В то что Им все должны Только Вот бандеровская часть Украины Считает что должна Европа А часть Ну не вся Значит Но часть антибандеровской Украины считает что должна Россия Если ты так пробежишься По социальным сетям То ты Встретишь там Вселенский плач По поводу того Что вот Россия Не сделала для Антибандеровской Украины Того-то 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 И еще немножко сверху Да И поэтому Значит Все плохо Точно такие же претензии Сейчас Бандеровская Украина Начинает предъявлять К Европе Значит Вот не сделали Одно Второе Того-то Того-то Вообще предали Да Как ты говоришь Зрада произошла Великая Так вот С моей точки зрения Опять-таки Вот Эта вера Да То что Должен кто-то Снаружи Сделать Хорошо Это тоже Был один из Рычагов Один из Механизмов Уничтожения Украинской Государственности Потому что Я Поражался Все 20 лет Ну или 25 Дискуссий Со сторонниками Украинского Европейского Выбора Когда На вопрос А почему Почему так Если экономически Выгоднее По-другому Они говорили Ну во-первых Ценности Да А во-вторых Мы же сами Не можем Сделать Как в Европе Мы же Коррумпированные Там Такие Сякие Значит Недостаточные Демократы А вот Они к нам Придут И все Сделают Правильно Значит Они нас Заставят Принять Правильные Законы И так далее Я говорил Слушайте Ребята Вы не знаете Какие Надо законы Принять Их вообще Надо выполнять Не так Принимать Как выполнять И у вас Все будет Хорошо Нет Нет Ну сами Мы не умеем Вот они Должны Прийти И заставить Нас Сделать Для чего Они должны Приходить К вам И заставлять Вас Сделать Но потому Что мы же Хотим Быть Частью Европы Или так Это же Вы хотите Быть Частью Европы А не Они Хотят Вас Там Видеть Поэтому Вы вначале Будьте А потом Они с удовольствием С вами Обнимутся Ну Нельзя Ожидать Что придут Немцы И Устроят Вам Благосостояние Как в Германии Вы вначале Создаете У себя Благосостояние Как в Германии А потом Приходите И говорите Ребят А может Мы тоже Объединимся В рамках Европейского Союза Вот То же самое В принципе Происходило И В обратном Направлении Во первых Я вот сейчас Не помню Кто из Наших Коллег Значит Из Украинских Иммигрантов Сказал Что В Киеве До 2014 Года Значит Да не только В Киеве На Украине Да Реальных Пророссийских Деятелей Можно было Сосчитать По пальцам Ну не знаю Двух рук Или одной руки Но действительно Было очень немного Потому что Все остальные Даже искренне Симпатизирующие Российные люди Все равно считали Что Россия должна Помочь им Сделать на Украине Хорошо То есть Чтобы они Жили на Украине Но чтобы Эта Украина Была для них Комфортной Значит Это должна Им Обеспечить Россию Они все время Возмущались Выступали Говорили А вот почему Нам там денег Не дают Там то и так далее Не помогают Так вот Люди Не важно Какое они государство Строят на Украине Пророссийское Антироссийское Какое-то там Третье и так далее Если они считают Что их государство Им должен построить Кто-то Этого государства Не будет Потому что Кто-то Никогда не будет Строить государство Тебе Он его построит Так как это Удобно ему Мне кажется Ростислав Что ты даже Немного здесь Переусложняешь Хотя мысль Твоя принципиальная И важная Она мне очень нравится Про эти две половинки Украины Можно же и в таком Ракурсе посмотреть Понимаешь Эти которые Бандеровцы Они говорят Значит так Запад Тут даже не речь О государстве Ты нас корми За то Что мы будем Трепать москалей И будем Все время Кусать эту Россию И будем Ей всячески Вредить А ты Запад Нас за это Корми А те которые Были как бы Пророссийские Я сильно ставлю Это в кавычки До там Четырнадцатого года Они говорили Все время России Так Россия Ты нас корми Чтобы мы Не стали Как те Которые Ну вот И тут откапывай С Бандерой Там извини Речь шла не столько О кормежке Потому что Например Вот смотри Почему не кормежки Я тебе приведу Простой пример Наши Донецкие друзья Да Которые сейчас Там ДНР ЛНР И окрестности Они 25 лет Гордились тем Это постоянно Публично заявляли Причем это Дело не только Их олигархи Но и вполне Там все Средние По-российски Как мы говорим Настроенные люди Значит Что Они не пустили В Донбасс Не только Украинский Но и российский Бизнес То есть Мы вот сами По себе Мы у себя Сами бизнес Сами зарабатываем Сами себя Все у нас Вообще хорошо И для нас Самое главное Чтобы нам не мешали А для того Чтобы Украина Не мешала Значит Надо чтобы Россия Просто Ну навела В Киеве Порядок Примерно так же Мыслили И в Одессе И в Харькове И в том же Киеве Пусть она самая Ну Логика простая Та же самая Кстати Которая была У Бандеровцев Они думали так Запад не любит Россию Поэтому он должен Сделать нам хорошо Потому что мы против России Значит Здесь была логика Россия воюет с Западом Значит Она не любит Бандеровщину Значит Поэтому она должна Сделать нам хорошо Значит Потому что мы Воюем с Бандеровщиной Значит И мы Противостоим Западу Речь даже не шла О кормежке Потому что Как раз Юго-восточные регионы Украины Которые в основном Были условно По-российскими Они нормально Зарабатывали На Себя Сами Они фактически Содержали Украинскую государственность Но Политический зонтик Они хотели иметь Ну вот так вот За бесплатно Я тебе И в честь Кормежки скажу Ну цена на газ Ну 20 с лишним лет Ну кстати Если бы Ющенко Бандеровец Это не поломал То оно бы И дальше было Газ Ну низкая цена на газ В обмен на лояльность Ты же понимаешь Что это долгая Схема существовала Кто-то на этом Еще и зарабатывал Поверь Да безусловно Ну и кроме газа И другие примеры Существуют Нет безусловно Но понимаешь Здесь все-таки Речь идет Об определенных Взаимовыгодных Обменах Либо Там где речь идет О сотрудничестве Да потому что В общем-то Украинские предприятия Значит Украинский Комплекс Тяжелого машиностроения Военно-промышленный комплекс Он был частью Общесоюзного И до тех пор Пока Россия Вынуждена Не стала дублировать Это на своей территории В последние годы Она была Они могли зарабатывать Нет она еще и была Заинтересована Потому что это В том числе Удешевляло И решение Российских проблем А соответственно Те же самые Металлургические предприятия Украинские Которые Работали на российском газе Было удобнее Поставлять металл Для украинского Машиностроения Из Кривого Рога Или Днепропетровска Чем везти его За 3-9 земель Из России Из Китая Или из Индии Поэтому Здесь как раз Речь шла Не только о политической Лояльности Но и о вполне Конкретных возможностях Совместного заработка Ведь опять-таки Даже уже В момент Издыхания Украинского государства Когда речь шла О создании Таможенного союза Когда украинская экономика В значительной степени Была уже Разрушена Тем не менее Расчеты показывали Что кумулятивный эффект Для обеих экономики Для российской И для украинской Позитивен Да, для украинского Он был более позитивен Она начинала расти Более высокими темпами Но тем не менее И российская Показывала дополнительные Темпы роста Именно на этом объединении Так это уже было В худший момент В 2013-2012 году Понятно, что в 4-м А тем более в 95-м Значит этот кумулятивный эффект Достигался Еще большим Поэтому Здесь как раз Речь идет не о претензии На содержание Как у наших Братьев Западной Украины А о претензии На политический зонтик Это не отменяет Государственного инфантилизма Потому что Не важно Ты хочешь, чтобы тебя Кормили и государство Тебя содержали Или ты хочешь, чтобы тебе Создали государство Комфортное для твоей жизни Самое главное, что здесь в любом случае Идет надежда На внешнюю силу Которая что-то тебе обязана Неизвестно почему Но эта внешняя сила Как мы видим В последнее время Не особо готова что-то Предложить И как каким-то образом помочь Ни одна внешняя сила Никогда не готова Сделать вам хорошо Внешняя сила Будет делать себе Хорошо на вашей территории Если ваши интересы Совпадают Вам повезло Если не совпадают Ну извините Так получилось Ну в принципе Пока незаметно Чтобы до украинцев Начало доходить Что интересы не совпадают Мучительный процесс Мучительный Понимаешь А куда деваться А шо робыть Дело в том Что Россия в любом случае Объявлена врагом Да Теперь еще запад Объявить врагом Ну тогда как они говорят Ну будете северной Кореей Не ну они Они уже объявляют запад врагом Референдум в Голландии Позволяет Оказывается Это евроватники Там появились Евроватники Они не запад Они голландцы Объявляют врагами Говорят вот сейчас придут Меркель с Обамой И научат их жить Не евроватники А как некоторые слушатели Наши выразились Давайте уж красиво По европейски Европуховики Европуховики Понятно Ну что Ростислав Спасибо большое Спасибо большое За интересный разговор Как всегда по пятницам В часе с 10 до 11 У нас Ростислав Ищенко Ну мы с Улип прощаемся С вами до Понедельника Да Услышимся как обычно Пока Формула смысла